Приветствую, друзья мои! Очередное обещанное видео из региональной Австралии. И сегодня мы остановились в городке, который называется Джин-Джин, хотя городом его назвать можно с большой-большой натяжкой. По данным переписи 2017 года здесь проживают всего 1112 человек, а по переписи 2008 года здесь жило всего 882 человека. Вот так. Находится этот поселок прямо на основной трассе, которая соединяет Кернс и Брисбон, который дальше идет в Сидней и дальше, значит, идет в Кэмберу, в Мельбурн. В общем, это основная трасса восточного побережья. Городок по-своему уникален. Дело в том, что в середине позапрошлого века здесь было очень популярно овцеводство, так как здесь есть небольшой ручей. И, значит, первые поселенцы здесь как-то нашли общий язык с аборигенами. И, в общем, аборигены и поселенцы здесь друг друга не мешали, поэтому овцеводство здесь развивалось. Также из-за того, что город находится на трассе, он как бы является перевалочной базой. И впоследствии, когда овцеводство не стало здесь основным источником дохода, стали, значит, выращивать сахарный тростник. Как и сейчас, значит, сахарный тростник является как бы основным средством прибыли местного населения. Что такое местный вот этот маленький городок? Мы, конечно, еще на машине покатаемся, когда будем ехать, но я уже специально походил, поснимал, показал вот эту вот центральную улицу. Значит, полицейский участок напротив меня, аптека, недвижимость. То есть, кстати, насколько вы можете видеть, надеюсь, вот именно сейчас вы можете видеть цены на недвижимость, значит, дома начинаются от 150 тысяч, за дом на небольшом участке. Но если вы хотите жить на настоящей ферме, то, значит, цены там чуть ли не под миллион, но там будет реально там под 100 гектаров. То есть, огромная-огромная площадь, если вы, конечно, собираетесь заниматься фермерством. Значит, городок относительно популярный, есть неподалеку, ну, это в сторону Бандаберга уже учебное заведение. Специально я посмотрел сайт СИК, какая здесь есть работа, порядка 300 вакансий, но не только здесь, а вот в округе требуются и помощники на фермы, и строители, и аккаунтенты, и фармацевты, и банковские служащие. В общем, обычно такой городок. Средняя зарплата здесь, я посмотрел, 60-70 тысяч долларов в год, что, в принципе, неплохо для такого небольшого провинциального поселка. Есть большой магазин, есть пару заправок, а вот сегодня вечером, значит, в воскресенье вечером мы спустимся, значит, в отеле, в котором мы остановились. Надеюсь, тоже удастся немножко поснимать, и к моменту, когда буду монтировать, можете представить, что такое обычный воскресный вечер. Хотя обычно воскресным вечером сейчас тяжело назвать, потому что многие разъехались по кемпингам, по отдыхам, потому что сейчас Рождество, как раз время между Рождеством и Новым Годом, но как бы то ни было. Оригинальный очень отель, в котором мы остановились. В таком отеле мы еще ни разу не останавливались, но это типичный австралийский отель. На первом этаже находится паб, на втором этаже находятся спальные комнаты. И когда, значит, мы въехали, я увидел папу, мне показалось, что на втором этаже должны быть девушки из разряда Кабаре-Варьеты. Так, в шутку. Ну, как в американских вестернгах всегда показывают такое. В общем, комната, конечно, очень-очень-очень скромная, особенно после того замечательного дома, где мы останавливались, значит, в прошлый раз. Ну, как бы то ни было, пару ночей переночевать весьма неплохо. Люди здесь очень дружелюбные, фактически на улице просто идут, так вот можно завязать разговоры. Вот мы пошли в магазин, магазин, кстати, был закрыт, с женщиной, значит, там поболтали. Она уже запирала как раз вот этот магазин Ика. Вот, в общем, так вот, друзья, вот так вот, собственно, живет региональная Австралия. На улице народу сейчас, естественно, мало, хотя обычно пятница вечер, суббота вечер, вот эта вот улица, она становится как бы оживленной. Ну, в принципе, те же туристы, которые проезжают, в середине есть небольшая, значит, остановка, есть общественный туалет, есть детская площадка. В общем, вроде бы все есть, все маленькое, все уютное. Так что, да, друзья, если вам не нужен шум больших городов, если вы хотите такой уединенной, спокойной жизни, если вы человек работящий, особенно если вы любите фермерство, почему бы и нет, возможно жить именно в таком городе. А завтра мы с утра поедем, значит, к побережью, будем там нырять с маской, посмотрим барьерный риф. А вот начинается как раз именно вот с этого места. И, в принципе, да, надеюсь, тоже видео будет интересно. А сейчас, а сейчас нам пора отдыхать, так как завтра нам еще пилить порядка 45 минут. Надеюсь, видео вам понравилось. Если так, не скупитесь на ваш лайк, подписывайтесь на канал. И желаем вам всего самого-самого лучшего. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok